ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Дорогие друзья! Да, на площади очень много людей, поэтому сотрудники там останавливают всех, пока не пройдет количество некоторых через рамки. Они обещают, что в течение 50 минут вы тоже пройдете через следующий вот этот вот кордон. Там несколько кордонов перед рамками и очередями. Вот это вот... Сколько минут от вас вот отсюда, я даже не знаю. Ну, может быть, 20. А сколько раз он уже прошло? О, надо спросить у белого счетчика. Ну, вообще-то очень много нас. Вообще очень много просто. Больше, чем в прошлый раз было точно. С флагами, пожалуйста, справа проходите через палатку, с флагами и плакатами. Ну, кроме обычных, там вот этих вот про выбор. С этим везде пропускают. А если что-нибудь более интересное, там и беззагадочное, то вправо идите в палатку. Через правую палатку, через рамки. Справа у палатки. Через правую палатку. Через правую палатку. Почему-то делят людей. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok У них есть оружие, кронежилеты, газ, микрофессы. Каждые выходные они берут заложку. Сейчас у нас в городе доступен в город, поэтому мы когда-нибудь в городе конец Органом. Мы молчим, непопорно идем в автобус. Но в основе выбора, ни телевизора, ни наших предназовителей в онлайн больше нет. Остались только мы, мы и они, лица против расы. Что такое террор? Это запугивание. Что они ищут у нас на ночных местах? Они ищут наш нрав. Спрячьте его подальше. Мы больше не боимся. Спасибо, друзья. Мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся. Часто говорят, что я не всем, не каждые писатели. Это партиями и прочим. Да, я тот человек, который не любит власть человека над другим человеком. Я бы никогда не знал, честно скажу, но я вступаю здесь ради того сегодня, чтобы у моего народа была свобода и право выбора. Именно поэтому сейчас я не оратор в принципе и больше мне нечего сказать, я просто спою свои песни. Если кто-то из вас знает их слова, подрывайте их вместе со мной. Спасибо, что вы сегодня вместе с нами в Москву. Спасибо. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Я люблю Россию, Россия любит меня, мы поможем друг другу кончить. Какой протест? И что это значит? Лишили права выбора. Все и так понятно. Кого хотят, сюда тех и вписывают, только не тех, кого надо. Да, да, да. Я люблю Россию, Россию. Вы вытянули на миллионы рублей, а вы будете сидеть дома, хоть на митинг приходите. Мы сегодня видели здесь дольщиков, которые... Их было мало. Слушайте, если они захотят, они всю эту полочадь заполнили. Просто фантастика. То есть десятки миллиардов рублей у людей из кармана ушли. Эти десятки тысяч рублей на телевидение, сколько народу работает, кинуто. Урбангрупп, я могу перечислять миллион. Какая повестка должна быть, если уж не допустят людей, с чем надо выходить на другие акции? Слушайте, для начала выходите на разрешенные. Все. А дальше как бог даст. На разрешенные, на неразрешенные я выходить... Я не могу призывать людей выходить на неразрешенные митинги, да? Хотя сам хожу. А повестка-то какая должна быть? С какими требованиями? Здравый смысл. Какая повестка? Не надо вот разводить демагогию политическую. Ребятки, должны выполняться правила игры в нашей стране. Честный суд или для начала хотя бы, даже по нечестным суде просто можно, чиновники-беспредельщики, чтобы не кидали людей на квартиры и на деньги. Какие вопросы? Какая повестка? Сочи. Мэра Пахомова в отставку. Простая повестка. Где эти люди? Вот люди, которые купили квартиры в Сочи и сносят, они здесь могли быть, я думаю, их здесь было много, но недостаточно много. Митинский еще не закончился, но и вы, и еще сотни, может быть, тысячи человек уже покидают проспект Сахарова. Почему люди уходят? Потому что не слышно ничего. Все выступления закончены. Но люди, как говорится честно, отработали три часа, я не пойму. Вам нужно дальше гнать прямой эфир? Ну окей, да. Я думаю, вы много наловите таких же, как я, которые готовы дарить камеру. Welcome! Россия будет свободной. Спасибо большое. Это был Лев Дневных. А у нас здесь собрался такой геннадичный кружок, его послышат. Без всяких там барьеров, каких-то 5%, 3%, что они там еще придумали. Вот, какую-то выборку особо достойных, понимаете? Вот, допускай всех. А уже на выборах люди определяют, кого они хотят. И это правильно. Это прямая демократия. Я согласна. Еще вот у меня вопрос, что как вы относитесь вот этим вот ко всем провокациям, которые случаются, когда газ распыляют? Ну, вот эти, в общем-то, какие-то вопросы. Ну, как-то сумасшедшее это, во-первых, присутствует. Во-вторых, как бы власть тоже не древняя. В-третьих, я была на митингах еще в 2011-2012 годах. И, собственно говоря, там я сама лично видела вот этих вот провокаторов, которые там, так сказать, затеяли все эти мероприятия, из-за чего были болотные дела. Лично их видела, что они пробирались, и их совершенно спокойно отпускали. Как бы к нам они не имели никакого отношения к мирному протесту. Понимаете? У меня по 29-й статье я имею право. Мирный протест, у меня никогда ничего нету с тобой. У меня только вот есть я сама, и моя святая вера в победу, свободу и демократии. Спасибо большое. Придумали наши власти, оно глубоко антиконституционное. Понимаете? И они все это придумали только чтобы сохранить свою власть. Больше ни для чего. Понимаете? Очень хорошо прикушались, ведь не хотят от этого кормушки уходить. А я хочу, чтобы... То есть есть такое мнение, что если здесь не придут другие, то тоже доберутся до кормушки, и будет все то же самое. Ну да куда этим прийти? Это главное наладить выборность процесса, сменяемость власти. Если как бы и эти доберутся, значит и этих снимем, и поставим тех, кто в конце концов будет не воровать. Это, как сказать, во многих странах этот путь уже пройден, понимаете? И в той же вот не так давно Грузии, да, когда там была полицейская реформа, да, вот он посадил всех, кто ворует. Пришли, опять решили, что можно воровать. Их тоже посадили. Пока не пришли те, которые поняли, что воровать больше нельзя. Понимаете? И здесь что? Здесь народ гораздо глупее там или еще что-то? Нет. У нас просто плохо, что мы отягощены имперским комплексом, понимаете? У нас есть путь, полность, терпыра. Это, конечно, сильно мешает тому, чтобы оценить себя, так сказать, ну реально. А какой путь нам больше всего подходит? Как вы думаете? Ну, я по убеждениям либерал и демократ. Соответственно, я считаю, что либерализм и демократия – это как бы просто самая прогрессивная и самая лучшая форма, так сказать, правления. А либералы вот пришли, кстати, к властям в 90-х годах. Это не либералы, ну что вы, как сказать вообще. Это, ну как бы, у нас в стране все понятия извращаются, понимаете? У нас там берется все, как сказать, понятие и доводится его до абсолютно противоположного. То есть люди, которые просто позволяют себе все вне закона, это не либералы, понимаете? А в 90-е просто, как сказать, одна государственная система умерла, вторая только остановилась, понимаете? Все это под, так сказать, криками свободы. Мошенники просто вот, как бы, этим всем воспользовались. Воспользовались, потому что, ну, есть же, как сказать, описанные признаки либерализма, да? Это выборное право, это свобода слова, это там, свобода, ну, собрание. Собрание, да. Вот это все как бы есть, да? И, естественно, законность, выборность, все, все, все вот это. Понимаете, это что, что, было в 90-е, что ли? Нет, народ просто, так сказать, выживал, как мог. А, так сказать, люди при власти, это те же коммунисты, которые просто остались, комсомольцы, они просто разговаривали все и все. Где тут, как бы, либерализм и демократия? Просто все надумали, придумали и исправили. Как и сейчас. Сейчас у нас там, вот у нас капитализм, у нас не капитализм, понимаете? У нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас революция так и не закончилась. Она была в 17-м году, была в 2000, в 91-м году, она так и не закончилась. У нас голимый феодализм, понимаете? Сословное, общество. И все. Вот мы и боремся, чтобы хотя бы из феодализма как-то попасть хотя бы в начальную стадию капитализма. С выборами всем остальным. Все, все хорошо. Да, белес, оно уже спадает. Погнали, брат, и я не закончил. Могу, да. Он находился в спецпремнике за организацию санкционированных хардсов. Как и большинство вообще людей из того же ФБК. Причем, неважно, ну, как бы, имеют они отношение к этому, не имеют они отношение к этому. Их просто, ну, берут и сажают. И дают им там по 7, по 15, по 8, по 30 суток. То есть уже чаще начали давать по 30. То есть Светову дали 30 суток за то, что он отказался 3-го числа проводить мероприятия на конспекте Сахарова. И проще, наверное, из них перечислить только тех, кто, ну, сейчас находится на свободе. То есть это Любовь Соболь, потому что ее не могут посадить из-за того, что у нее сына еще нет 14 лет. И еще некоторые другие люди, которые тоже по нескольким причинам могут посадить. Ну, или волонтеры, которые приходят и помогают. То есть несанкционированными митингами они называют прогулки по бульвару, встречу с кандидатами. Это в их понятии несанкционированный митинг. Причем отказывают они, ну, не собираются они санкционировать эти акции незаконно, потому что заявки подаются вовремя. Альтернатива по площадкам тоже предлагаются под заявителями. Но они либо, как 3-го числа было, говорят языком ультиматумов либо Сахарова, либо никуда. Либо они просто отказываются их проводить и все. Но, по сути, как написано в Конституции, мы имеем право собираться на улицах гулять по бульварам и встречаться с тем, с кем мы хотим встретиться. То есть с депутатами, с теми, кто оплатируется. Приводить с собой детей, собак? Всех приводить, всем, что происходит, потому что, ну, ясное дело, особо по телевизору это освещаться не будет. Мне кажется, сегодняшняя акция будет... Зомбоящик. По замбоящику. Ну и если сегодняшняя акция как-то будет освещаться, я думаю, они скажут, что это будет какой-нибудь концерт. Из-за того, что здесь выстрелы тренировки. Здорово. Ну да, тогда как-то кого-то владеешь. Ну да, тогда как-то кого-то владеешь. Ты мне пришли, выстрелы, с ехать. Уважаемые. Сво-бо-ду! Свободу! И все за одного! Люстрации! Уважаемые граждане, митинг закончен. Не скапливайтесь на тротуаре. Проходите в сторону метро. Не толкайте впереди дочек граждан. Будьте взаимно вежливы. Уважаемые граждане, митинг закончен. Не скапливайтесь на тротуаре. Проходите в сторону метро. Не толкайте впереди идущих граждан. АПЛОДИСМЕНТЫ РОССИЯ! 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 Россия, здесь Путин! Уксихот! 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 Не сказывайте, что вы сказали. Проходите в сторону метра. Не толкайтесь, перейдите, будьте взаимно резкими. Далой полицейское государство! Свободу полицейских шансов! Свободу полицейских шансов! Далой власть чекистов! Далой власть чекистов! Далой власть чекистов! Далой власть чекистов! Это наш город! Уважаемые граждане! Митинка кончет! Не скапливайтесь на тротуаре! Уважаемые граждане! Не скапливайтесь на тротуаре! Проходите в сторону метро! Не толкайте впереди идущих граждан! Будьте взаимно вежливы! Уважаемые граждане! Митинка кончет! Не скапливайтесь на тротуаре! Проходите в сторону метро! Не толкайте впереди идущих граждан! Будьте взаимно вежливы! Митинка кончетов! Будьте взаимным! Митинка кончетов! сказали, что 20 или 25, а по счетчику 50, короче, на этой клошади больше 25. Ну, на самом деле, мы можем, а тебя устроят на сентябре? Да, да, да. Ну, белый счетчик официальным не является. Они не могут... Ставьте, что делать, картинку есть. Вечая, это 25, они сказали 25. Ну, все знают уже... Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Ну, вот кто-то и первый поставил. Неου простоизмен. Да, да, это вот одна из режиссиков. Нет, понятно, что не просто, он мразь. Это понятно? Да, да, да. Ге-то-то понятно р slave. Один человек. Вот этот персонаж. Есть прекрасный фильм. Смотрите, я не только показываю, шикарный фильм, как вот этот фильм проискать, да? Там все действия, что происходит, когда они принимают решение о честном режиме. А, это американские, да? А, британские. Здоровый, не помнишь? А, ничего, что это? В приказе. Это фамилия. Спасибо. Да. А, может, это, наверное, есть? Как же мало это решение? А, да, да? Да. 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 А, да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok